Девушки отдыхают На мероприятии обещали показать рабочую версию игры, подробно поведать о грядущих изменениях и ответить на некоторые интересующие вопросы. Презентация проекта проходила в обстановке легкой торжественной секретности, а некоторые геймплейные кадры настоятельно просили не снимать. Главным действующим лицом по праву можно назвать Сергея Симака, полузащитника футбольного клуба «Рубин». Его изображение появится на обложке новой FIFA. Конечно же, игра замечательная, и с каждым годом те грани, которые есть между компьютерными мирами и реальной игрой, они все становятся меньше, тоньше, и играть становится все более интереснее. Сергей охотно отвечал на вопросы журналистов и даже немного поиграл в 11-ю часть с Василием Соловьевым, бессменным комментатором в русской версии FIFA. Собственно, об игре рассказывали долго и со вкусом. Вел мероприятие все тот же Василий Соловьев, а на сцену регулярно поднимались известные в игровой индустрии люди. Причем сначала, видимо, чтобы подчеркнуть предвещаемый успех проекта, на экране показали знаменитого осьминога и футбольного предсказателя Пауля. На фотошоп-картинке он подплывал к кубику с изображением FIFA, не обращая при этом особого внимания на кубик с логотипом Pro Evolution Soccer. Я знал, что Пауля активно хотят выкупить, и в том числе и одна наша российская компания предлагает 100 тысяч евро за то, чтобы Пауль у них принимал участие в ставках. Но я думаю, что он им не достанется, потому что у этой компании, кроме букмекерских собственных контор, еще есть и рестораны. Все, конечно, думают, что Пауля окажется именно в ресторане. Ну что ж. Затем на сцену поднялся региональный директор ЕА в России Тони Уоткинс. Он произнес обычную в таких случаях речь о желании активнее продвигать проекты компании на российском рынке. Но я должен читать, мне надо читать, хорошо? Хотя мы и гордимся тем, что выпускаем игры отличного качества. Каждый год в ЕА России мы хотим сделать что-то важное и особенное для нашей территории. Мы вам все расскажем. Я надеюсь, вам понравится. И помните, Аспенов не может ошибиться. Спасибо. Но я могу сделать ошибки, конечно, но Аспенов нет, правда? Ну как мой первый русский? Плохо, да? Очень хорошо. После чего началась предметная часть показа. Главной новостью, конечно, можно смело считать слова продюсера ПК-версии FIFA 11 Тиана Джарвиса, который с радостью заявил, что наконец-то вариант для компьютеров будет выглядеть подобающим образом. Все благодаря тому, что в игре используется современный движок, пришедший с консолей. А значит, и графика, и физика окажутся на достойном уровне. Кроме того, в PC-версии появятся точно такие же режимы игры, что и в консольных вариантах. Та же музыка и вообще обе версии, за некоторыми исключениями, будут весьма похожи. Фанатам игры на ПК впору открывать шампанское. Впервые за долгое время они получат полноценный красивый футбольный симулятор, находящийся на одной технологической ступеньке со своими консольными собратьями. Но послушаем самого мистера Джарвиса. Он любезно ответил на несколько наших вопросов о новой FIFA. Какое самое большое отличие FIFA 11 от FIFA 10? Окей, самое большое отличие, которое вы можете заметить между FIFA 10 и FIFA 11 на компьютере, это, во-первых, несколько вещей, на которые вы смотрите. Геймплей изменился, графика изменилась, игровые режимы изменились. Знаете, все эти вещи — огромный шаг вперед по сравнению с тем, что было до этого на ПК. Новая компьютерная FIFA — это порт с консолей? Нет, мы не портировали FIFA 10 на ПК. На самом деле мы взяли много из FIFA 10, которая NextGen, и соединили ее с немного лучшей World Cup, тоже NextGen-версией. У нас получилась уникальная версия для ПК. Так что это больше FIFA 10, в которую добавлены находки из World Cup. Это очень классная NextGen-версия. Как вы сделали цифрового Симака? У нас скоро будет множество новостей, в которых показывается, как изменился облик игры. Сейчас то, что вы можете увидеть на презентации, еще не совсем доделано. Я думаю, у нас будет что рассказать вам о захвате изображения лица и головы, когда мы отправимся на GameCon. В наши дни к очень многим играм выходит скачиваемый контент. Ждать ли нам этого для FIFA 11? Боюсь, это одна из тех вещей, о которых я не могу сейчас говорить. Держите руку на пульсе, мы еще расскажем об этом. Ждем возможности скачать Пауля. Будут ли улучшены комментаторы? Безусловно, по сравнению с FIFA 10 на компьютере, вы заметите, что комментарии сильно изменились. Вы встретите много знакомых комментариев в игре, но сама система их подачи была улучшена до NextGen-версии. Отлично. Компьютерная версия игры будет поддерживать вещи вроде высокого разрешения и соотношения сторон монитора 16 на 10? Безусловно, да. Игра поддерживает разные соотношения сторон, разрешения. Вы можете попробовать игру. Сейчас она как раз идет в широкоформатном режиме 16 на 10 и очень высоком разрешении. 1900 на 1200. Так что, как вы можете сами увидеть, изображение очень четко. Это хорошо. Да, выглядит очень-очень хорошо. Это преимущество работы с ПК, когда вы можете применить его мощность таким образом. Что насчет системных требований? Какая нужна минимальная конфигурация, чтобы запустить игру? Мы поддерживаем три операционные системы. XP, Vista, Windows 7. Игру рекомендуется запускать на процессоре с частотой от 2,4 ГГц. Это не говорит о том, что она не заработает на более слабой машине. Минимум, с которым вы можете запустить игру, 1,8 ГГц. Работать будет и офлайн, и онлайн, но процессор должен быть двуядерным. В онлайне мы сможем создать команду из только наших лиц. Я имею в виду без использования внутриигровых персонажей вообще. Только загрузив наши фото через специальный сервис FIFA. В этом году мы добавили Game Face. Возможность внедрять свое лицо в игру. Так что вы сможете без проблем изменять свою команду. Знаете, взять фотографии себя, своих друзей, загрузить их на iasportsfootball.com, и когда вы войдете в игру, то сможете скачать эти изображения и поместить их на ваших виртуальных профессионалов. То есть, скажем, команда Stop Game сможет сыграть с Арсеналом? Да, совершенно верно. Где можно будет купить игру? Будет два разных способа приобрести игру. Вы сможете купить коробку в магазине, или же скачать ее через систему цифровой дистрибуции. Для этого понадобится программа EA Download Manager. Да, верно. Новая технология позволит менять внутренние параметры игры? Создавать модификации? Да, да, отличный вопрос. Это немалая часть компьютерного рынка. Абсолютно. Знаете, я вижу множество модов, которые сделали компьютерные фанаты для FIFA 10. Поэтому мы не строили препятствий для желающих. Если хотят попробовать, они могут это сделать. Но скажу, что в FIFA 11 нет ни одной строчки кода из FIFA 10 для компьютера. Он весь новый. Это значит, что все, что люди создали для игры ранее, вроде текстур, например, не будет работать в нашей игре. Им придется создавать новые. Но для этого нет препятствий. Ресурсы игры не запакованы в специфические форматы. Для людей есть все условия, чтобы модифицировать игру, если у них есть желание. Мы приняли меры, чтобы сделать ее защищенной, но не ставили задачи останавливать модеров. Если они хотят делать это, то могут. Но это будет дольше. Думаю, мы не увидим модов в районе от 3 до 6 месяцев после релиза. Людям понадобится время, чтобы выяснить, как работает игра. Великолепно. Это все, что мы хотели знать. Спасибо. Спасибо. После того, как официальная часть мероприятия закончилась, мы смогли самолично ознакомиться с рабочей версией FIFA 11. Что касается консолей, то качественный скачок FIFA на них не так огромен, как на ПК. Но развитие явно идет. В первую очередь, глобально доработан физический движок, благодаря чему взаимодействие игроков с окружением стало очень реалистичным. Например, теперь футболисты действительно обрабатывают мяч. Могут принять высокий навес на грудь, слегка его оттолкнуть и скинуть к ногам. Игроки теперь очень натурально скользят по траве, спотыкаются и теряют равновесие. Это на самом деле очень сильно меняет всю тактику. Ведь если раньше пасы почти всегда достигали цели, то теперь игрок запросто может смазать удар, так что мяч полетит совсем не туда, куда хотелось. То же касается ударов по воротам. Забивать стало явно сложнее, тоже благодаря доработанной физике. Движения футболистов также стали куда достовернее. Игроки хватают друг друга за майки, толкаются и выделывают прочие трюки. Из-за этого, кстати говоря, на поле постоянно возникают разнообразные острые ситуации, вроде той, когда один игрок после удара головой буквально приземляется на соперника, и они вместе кубарем катятся по полю. Искусственный интеллект, постоянно вызывавший нарекания игроков, был улучшен, однако в версии для презентации он еще не полностью научился работать с новой физической моделью и порой совершал странные ошибки. Игроки могли потерять мяч практически на пустом месте, а вратари слишком уж часто забивали голы себе в ворота. Спиной. Наконец, приятная новость для российских болельщиков, которые играют на консолях. И на PlayStation 3, и на Xbox 360 появится российская премьер-лига. Вдобавок к этому возможность вставлять любимую музыку и подключать собственные кричалки, которые будут скандировать зрители во время матча. В целом, FIFA 11 производит очень приятное впечатление. Для тех, кто футбольными симуляторами не увлекается, возможно, грядущие изменения покажутся незначительными. Но любителей погонять виртуальный мяч ждет совсем другая игра. Более реалистичная, стратегическая. Правда, не такая быстрая, как предыдущие части. Ждать радикально обновленную FIFA 11 для компьютеров и улучшенные версии для консолей стоит в начале октября 2010 года. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова